Отравительница Автор рассказа Елена Топильская В мировой билетристике у королевы детективного жанра Агаты Кристи есть роман «Вилла Белый конь», в котором захватывающий сюжет строится на хитроумном плане преступников незаметно отравлять намеченных жертв талием, отчего несчастные умирают в страшных мучениях, ничего не подозревающие врачи констатируют смерть от воспаления легких, инсульта, пищевого отравления. В Туманном Альбионе злодеи творили свое черное дело ради наживы. В России почтенная женщина отравила молодую семью, чтобы те не мозолили ей глаза на коммунальной кухне. В обычной питерской коммуналке жили 25-летние супруги Талановы с маленькой дочкой Олесей. Они любили друг друга, не могли нарадоваться на свою четырехлетнюю девочку, но втайне мечтали еще и о сыне. В самом конце лета Татьяна обрадовала мужа тем, что мечта скоро станет реальностью, и у Олеси появится маленький братик или сестричка. Две дочки тоже неплохо. Если бы знала Татьяна, что все это время у их единственной соседки по квартире, Зинаиды Андреевны, уже лежал в укромном месте огромный кристалл смертельного яда, приготовленный, чтобы отравить ее и ее неродившегося ребенка. Зинаида Андреевна была женщиной замкнутой, нелюдимой. Семейное счастье соседей не давало ей покоя, особенно после того, как умер ее сын, который был чуть старше Татьяны и ее мужа. До этого он долго болел. В 1983 году попал в больницу в первый раз. Летним вечером его увезли из дома на скорой, в тяжелом состоянии. Он не мог встать на ноги. Его рвало, кружилась голова, жгло подошвы, резко подскочило давление. Тогда он пролежал в больнице месяц, а выйдя, уже так и не оправился. Ходил с палочкой, как старик, облысел, стал плохо видеть. Работать, как раньше, он уже не мог. Ему дали инвалидность второй группы. Поставили совершенно непроизносимый диагноз – энцефаломиелополи радиокулоневрит. А в 1985 году все повторилось. Павла снова увезли на скорой с теми же жалобами. Слабость, боли в руках и ногах, головокружение, нарушение речи. Только на этот раз все кончилось за два дня. На следующий день состояние средней тяжести стало тяжелым. Павел потерял сознание и больше не пришел в себя. А через несколько часов остановилось сердце. Вскрытие показало отек головного мозга, паралич дыхательного центра. Это было 1 октября. Через 20 с небольшим дней безутешная мать достала из укромного места ядовитый кристалл КРС-5 размером с кулак. Хладнокровно растолкла часть его в порошок, всыпала в чашку с водой комнатной температуры и настаивала эту дьявольскую смесь 3-4 дня. Наконец, отрава, на ее взгляд, была готова. Зинаида Андреевна понюхала жидкость и даже рискуя своим здоровьем, лизнула краешек пальца, смоченного в чашке. После этого у нее 3 дня болела голова. Убедившись, что приготовленная ею субстанция не имеет ни вкуса, ни запаха, Зуйкова вышла на кухню. Татьяна Таланова только что поставила на плиту кастрюльку с картошкой. Маленькая Олеся предпочитала эту еду любым лакомством и за ужином съедала обычно 3 вареные картофелины. Татьяна с мужем тоже любили картошку. Убедившись, что вода закипела и ужин скоро будет готов, Таланова ушла в свою комнату дочитывать с дочуркой книжку. Когда за соседкой закрылась дверь, Зуйкова подошла к соседской кастрюле, не дрогнувшей рукой, она подняла чашку с адским зельем и вылила все содержимое чашки в кастрюлю с ужином для двоих молодых супругов и маленькой девочки. Ничего не подозревающие Талановы поужинали. Через некоторое время Татьяна уложила дочку спать, озабоченно спрашивая себя, не простудилась ли Олеся. Что-то она после ужина куксилась, щеки горели. На следующий день и она уже не могла противостоять недугу. Приступы острой боли внизу живота и поясницы заставляли со страхом думать о неродившемся малыше. Вдруг что-нибудь с ним. Тревога за плот переплелась со страхом за состояние Олеси. На следующий день девочку пришлось отправить в больницу. Так она мучилась, кричала от боли. Псевдотуберкулез, сказали врачи. Татьяна с мужем, которые тоже чувствовали себя неважно, но храбрились, все время проводили у дочкиной постели. До тех пор, пока могли держаться на ногах. А держались уже с трудом. Оба плохо спали. Их знобило, бросало то в жар, то в холод. На еду даже смотреть не хотелось. Болел живот. Татьяна относила все эти симптомы даже рвоту и головокружение насчет своей беременности. Но Алексей... Через неделю ни папа, ни мама не пришли к Олесе. Проснувшись в этот день утром, Татьяна поняла, что не может больше держаться. Она вызвала врачей, и оба они с мужем были тут же госпитализированы. Алексей жаловался на боли в руках и ногах. Он боялся признаться даже себе, что у него они имели пальцы, и он не чувствует имея ни перепадов температуры, ни боли, если дотронется до горячего. В первые дни в больнице Таланова не спала вообще, не давали жуткие боли, от которых она, забывшись, кричала на всю палату. Ее очень пугало то, что она не могла даже пошевелить ногами, не то что встать. На локтях и коленях у нее появились какие-то пятна. Стопы опухли, ее все время рвало. На третьи сутки после осмотра Татьяны инфекционистом ей поставили диагноз энцефалополимиела радиокулоневрит. Так похоже на диагноз, с которым захоронили сына ее соседки Павла Зуйкова, не правда ли? Длительность течения болезни, нарастание неврологической симптоматики, наконец позволили врачам заподозрить отравление неизвестным ядом. 14 ноября из районной больницы Таланову перевели в больницу имени Боткина. Потребовалась еще неделя наблюдения за больной. Новые симптомы, пульс 144 удара в минуту, красная моча и выраженное выпадение волос. Да какое? У молодой женщины полностью облысел затылок. Лечащие врачи супругов Талановых находились в затруднении, пытаясь определить характер отравления, обращались за помощью к различным специалистам и, наконец, случай попал в поле зрения Вадима Петровича Петрова. Изучив историю болезни Талановых и, осмотрев их самих, Петров выдвинул предположение, что больные отравлены талием. С этим диагнозом Таланова попала в клинику военно-полевой терапии ВМА. Все это время у нее постоянно болела грудная клетка, боль не отпускала ни на минуту, болели мышцы, суставы, живот, поясница, голова, из глаз текли слезы, а цвета невыносимо резала глаза. Туда же, в клинику военно-полевой терапии, был переведен и ее муж с диагнозом токсическая миелополирадиокулоневропатия. Он, так же, как и Татьяна, жестоко страдал от болей в мышцах и суставах. С развитием болезни боли становились нестерпимыми. Выпадали волосы, не двигались руки и ноги. А какие муки физические и нравственные обрекла отравительница молодых, когда-то полных жизненных сил людей? В первые дни болезни отцовское и материнское сердца разрывались при мысли о разлученной с ними дочке. Потом наступило отупение, безразличие ко всему. В историях болезни появилась запись «эмоциональная тупость». Наверное, к лучшему, что они не видели девочку. До середины января она находилась в тяжелом состоянии. Пульс был 120-140 ударов в минуту, температура поднялась до 39 градусов, малышку лихорадила. Она была еще в таком возрасте, что ее мало волновала собственная внешность, да и болезнь сделала ее вялой и неподвижной. Она не отдавала себе отчета в том, что облысела полностью, выпали даже ресницы. 5 декабря Татьяне по медицинским показаниям был сделан аборт. И вовремя. В истории болезни отмечены значительные деструктивные изменения частей плодного яйца. А что же отравительница? Ее жертвы еще находились в клинике, когда на нее пало подозрение в тяжком преступлении, покушении на убийство троих людей. Дело приняла к своему производству следователь по особо важным делам прокуратуры города Валентина Константиновна Корнилова, специалиста, которым в следовательской среде ходили легенды, обладающие редкостной профессиональной интуицией и нечеловеческой работоспособностью. Супруги Талановы были поражены, когда им сообщили, что они отравлены. Они предположить не могли, при каких обстоятельствах в их организм попало дьявольское зелье. Следователю Корниловой пришлось определять это самой. Талий в быту не встречается, значит, надо было искать в окружении пострадавших того, кто так или иначе имел доступ к этому препарату. Когда оказалось, что соседка Талановых по квартире работает в учреждении, связанном с химией, и в научно-исследовательских лабораториях института используется Талий, значительное количество которого хранится на складе, выстроилась версия о том, что семья Талановых оказалась на краю гибели по вине этой самой соседки. Корнилова начала работу по изобличению Зуйковой. Допрашивая Зинаиду Андреевну в качестве свидетеля, она поняла, что эта женщина крепкий орешек, однако благодаря блестящей технике следствия, которой в совершенстве владел следователь по особо важным делам, в январе ее подопечная Зуйкова уже давала показания о том, как она готовила преступление. Настал момент, когда Корнилова объявила Зинаиде Андреевне о своих подозрениях уже совершенно официально, записав в протокол, что Зуйковой разъяснено, в чем она подозревается в покушении на убийство троих человек. В самый кульминационный момент допроса Зуйкова все отрицавшее попросила пить. Валентина Константиновна любезно подала ей стакан с водой. Зуйкова судорожно вцепилась в него и откусила кусок стекла. Несколько секунд Корнилова ошеломленно наблюдала, как ее подследственная жует стакан, пытаясь проглотить осколки, а потом они с Зуйковой стали бороться. Следователь пыталась всеми силами извлечь у нее изо рта стекло. Зуйкова сопротивлялась. Наконец Зинаида Андреевна разрыдалась до истерики и начала давать показания. Да, признала обвиняемая, в октябре она решила отравить соседку по квартире Таланову. Для этого решила использовать большой 60 на 20 миллиметров монокристалл КРС-5, полученный ею от подружки, работавшей кладовщицей в том же научно-исследовательском институте. Кристалл был выпрошен ею якобы для травли крыс. Вопрос о том, какую ответственность должны понести люди, которым вверено хранение сильнейших ядов и которые запросто могут подарить хорошей знакомой столько яда, что хватило бы отравить полгорода, потом еще встанет перед следствием. Да, рассказывала Зуйкова следователю, она хорошо знала о ядовитых свойствах кристалла. Знакомые кладовщики говорили, что этот препарат настолько ядовит, что если до него дотронешься, руки нужно обязательно вымыть с мылом, а если бросить в воду тряпку, в которую был завернут кристалл, то вода станет ядовитой. Зуйкова подробно описала, как она готовила отраву для молодой соседки, как толкла кристалл в порошок и настаивала его в течение нескольких дней, как выжидала удобного случая, высматривала, куда же влить отраву. Я хотела отравить только Татьяну, говорила на следствии Зуйкова. Когда я есть ее будет одна Татьяна, муж ее должен был вернуться поздно, а что девочка ест вечером картошку, этого я не знала. Зинаида Андреевна, возразила ей Корнилова, кастрюля была полна, картошка варилась в расчете на всю семью, вы ведь давно жили в одной квартире и знали, что Талановы отдельно ребенку не готовят, питаются все вместе. Да, неожиданно сказала Зуйкова, я бы не стала никого за руки хватать, даже если бы своими глазами смотрела, как они все едят картошечку с Талием, пусть. Корнилова тут же провела в Зуйковой обыск. В ее комнате были найдены две крышечки от жестяных флакончиков из-под валидола, в них виднелись следы порошка оранжевого цвета, эксперты установили, что это измельченный кристалл КРС-5. Тряпку, в которую был завернут кристалл, я сразу после отравления выбросила, рассказывала Зуйкова. Остатки порошка, которые не растворились, тоже. А про эти пробочки я просто забыла, если бы спохватилась, их бы тоже не нашли, я ведь когда растолкла кристалл, насыпала порошок в два флакончика из-под валидола, из одного флакончика потом высыпала порошок в чашку, где его растворяло три дня для Татьяны, и все равно на дне остался осадок. И так преступница признала свою вину в отравлении семьи Талановых. Потерпевшие находились под наблюдением врачей, но следствию необходимо было положить в основу обвинения объективные данные. Например, Корнилова хотела получить ответы на вопросы о том, в течение какого времени переходят ядовитые свойства монокристалла КРС-5 в воду обычной комнатной температуры, будут ли его ядовитые свойства переходить в кипящую воду, какая доза отравляющих веществ была получена потерпевшими, каким путем попало отравляющее вещество в организм потерпевших, как быстро растворяется порошок кристалла КРС-5 в воде. И Валентина Константиновна Корнилова вынесла постановление о назначении комплексной судебно-медицинской экспертизы отдельным пунктом указав включить в состав комиссии экспертов Петрова Вадима Петровича, принимавшего участие в определении диагноза у потерпевших. В нее вошли также невропатолог, психиатр, токсикологи, терапевт. Поскольку в судебно-медицинской практике последних лет членам комиссии не встречались подобные случаи умышленных отравлений, Вадим Петрович подобрал в библиотеке Академии наук обзорную литературу по данному вопросу. 5 февраля Вадим Петрович вместе со следователем Корниловой отправился домой к Талановым. По дороге Валентина Константиновна рассказала ему, что когда потерпевших выписали из клиники, Татьяна Таланова дошла до дверей своей квартиры и не смогла переступить порога. Она так и не сумела себя пересилить. И Талановым пришлось попросить приюта у родственников. Там Вадим Петрович и осмотрел всех членов семьи Талановых. А когда он и Корнилова вышли из квартиры, тихо сказал «Такого я не видел даже в 43-м году». Яд поразил не только тело, но и мозг жертв преступления. Татьяна после выписки из больницы стала беспомощной как ребенок. Не всегда могла найти в комнате нужные вещи. Выйдя из дома на улицу, самостоятельно доходила до ближайшего продуктового магазина, но совершенно не помнила названий окрестных улиц, не могла даже воспользоваться транспортом, поскольку полностью потеряла способность ориентироваться в городе. Двигалась она как самнамбула, замедленно и неуверенно, и забыла все свои профессиональные навыки. Трудности с адаптацией были и у ее мужа Алексея. Он моментально утомлялся, эксперты отметили у него резко выраженные нарушения восприятия. Он не утратил профессиональных педагогических навыков, но с трудом стал использовать их. Все-таки характер есть характер. Удивительно читать в отчете экспертов о том, что таланов человек, перенесший такое, что и врагу не пожелаешь, мягок, держится доброжелательно, ровно, на лице доброжелательная улыбка. Но больше чем собственное здоровье беспокоило талановых состояний их дочери. Вернувшись из больницы, девчушка не спала ночами, постоянно просыпалась среди ночи в слезах, стала капризной, раздражительной и самое страшное забыла имена детей, с которыми играла до болезни. Проанализировав все имевшиеся в их распоряжении данные, эксперты пришли к выводу о том, что заболевание Талановой Татьяны, Таланова Алексея и их маленькой дочки последовало от отравления их солями талия, так как клиническая картина их заболевания вполне соответствовала классической клинической картине отравления солями талия и в том числе йодистым и бромистым талием, входящими в состав монокристалла КРС-5. Отвечая на вопросы следствия, о соответствии рассказа обвиняемой Зуйковой реальной картине происшествия, эксперты отметили, что йодистый и бромистый талий плохо растворимы в воде. Зуйкова рассказывала, что 3-4 дня растворяла порошок из кристалла в воде комнатной температуры, и то он не растворился до конца. Но с повышением температуры воды растворимость солей талия увеличивается. Данные о течении заболевания у Талановых позволили экспертам высказаться о том, что отравляющее вещество попало в организм потерпевших через желудочно-кишечный тракт с пищей. Если бы не своевременная медицинская помощь, реанимация, интенсивная терапия, наступила бы смерть всех троих. И еще эксперты сделали страшное предсказание. Стойкое расстройство здоровья будет сохраняться у всех членов семьи не менее двух-трех лет, а восстановится ли здоровье, это эксперты предсказать не осмелились. Важную роль в установлении подлинного диагноза сыграло исследование волос и ногтей потерпевших. Ведь когда врачи пришли к предположению о возможном отравлении талием, прошло уже довольно много времени. К тому моменту в крови и выделениях волосах потерпевших не было обнаружено следов талия, несмотря на достаточно высокочувствительные методы лабораторного исследования. Изучив все научные труды, посвященные воздействию вредных веществ и в том числе талия на организм человека и даже раскопав единственный на тот момент в специальной литературе фотоснимок волоса человека при отравлении талием, Вадим Петрович подверг тщательному осмотру ногти и волосы всех троих потерпевших, измерив к тому же их ногти штангенциркулем. И этот труд оказался не напрасным. На ногтях пальцев рук Таланова Алексея его жены и дочери имелись однотипные поперечные полосы своей розовато-белой окраской выделявшиеся на общем розовом фоне ногтя. Каждая такая полоса распространялась от одного бокового края ногтя до другого, была слегка изогнута у толщина посередине. Вадим Петрович тщательно измерил расстояние между краями этих полос на всех ногтях каждого потерпевшего и полученные результаты свел во внушительную таблицу. Через месяц он повторил измерения. Отчетливо стало заметно смещение полос на всех ногтях по направлению к свободному краю ногтя. Полосы стали менее четкими и меньше, чем раньше выделялись по цвету. Зафиксированные изменения ногтей у всех членов семьи Талановых были однозначно расценены экспертами как характерные признаки отравления соединениями талия. Расположение полос на ногтях, а именно расстояние их от заднего ногтевого валика вполне соответствовало однократному попаданию в организм каждого из потерпевших соединений талия в конце октября. Ими могли быть и два соединения, входящие в состав монокристалла КРС-5. В период нахождения Талановых в клинике врачи собирали образцы выпадавших волос и эксперты получили возможность сравнительного исследования их на разных этапах болезни. Все образцы волос исследовали под микроскопом и по всей их длине обнаружили многочисленные мелкие трещины коркового слоя, число которых увеличивалось по направлению к корневой части. При 80-кратном увеличении стали видны темные участки, занимавшие всю толщу волоса. При 300-700-кратном увеличении стало ясно, что эти участки ничто иное, как скопление трещин, располагающихся по всей длине волоса. Особый интерес представляли для экспертов луковицы. На вид они казались жизнеспособными, несмотря на то, что волосы собирались с расчесок, они были вырваны. Эксперты сравнивали также поперечные срезы стволов волос, сделанные на уровне темных полос и относительно неизмененных участков, и отметили, что в поперечных срезах темных полос пигмент в виде крупных глыбок черного цвета и трещины занимали почти всю толщину волоса, за исключением небольшого просвета в центре, а на относительно неизмененных участках волос пигмент в виде мелких глыбок располагался по периферии волоса, оставляя свободным участок площадью более половины поперечного среза. Эти темные полосы в корневых отделах волос эксперты расценили как характерные изменения волос при отравлении соединения металлия. Этот вывод экспертов подтвердил редчайший вид исследования, сделанный по предложению Петрова, а следователь Корнилова стала пионером применения нейтронно-активационного анализа в криминалистической практике. Таким образом, практически все, что поведала отравительница следователю, нашло объективное подтверждение в результатах беспрецедентного исследования, проведенного Петровым и его коллегами. Все, кроме одного. Эксперты подсчитали, что, исходя из клинической картины отравления у потерпевших, Зуйкова использовала дозу яда в 10 раз превышающую ту, которую назвала она. Когда профессор Петров осматривал Алексея Таланова, тот неожиданно высказал мысль о том, что и у него, и у жены такие же проявления болезни, какие он наблюдал у сына Зуйковой, умершего незадолго до их болезни. Да и у следствия вставал вопрос о причинах заболевания и смерти Павла Зуйкова. Уж очень похожи были симптомы его болезни, зафиксированные в истории болезни на то, что наблюдали врачи, лечившие Талановых. Корнилова назначает профессору Петрову и его коллегам посмертную экспертизу. Заключение им предстоит дать по собранным следствиям материалам. Комиссия экспертов долго изучала медицинские документы Павла Зуйкова. Члены комиссии сопоставляли особенности течения болезни с анамнезом. Скрупулезно оценивали буквально каждое слово, написанное их коллегами, лечившими Павла, для наглядности составили графики колебания пульса и артериального давления у больного в период его госпитализации. На заседаниях экспертной комиссии присутствовала исследователь Корнилова. Закон предоставлял ей такое право. Осмыслив наблюдение экспертов, Корнилова на заседании комиссии задала им ряд дополнительных вопросов. Усматривается ли сходство клинической картины заболевания Зуйкова с клинической картиной отравления талием? Не явилось ли заболевание, Зуйков, был госпитализирован повторно рецидивом предыдущего заболевания? Сходны ли клинические картины отравления членов семьи Талановых и заболевания Зуйкова? После долгих совещаний эксперты ответили «да». Они подтверждают вывод патологоанатома о том, что смерть Зуйкова наступила от отека головного мозга при явлениях остановки дыхания, но эта формулировка не полна, она не раскрывает этиологию, причину основного заболевания. В действительности отек головного мозга явился лишь осложнением, следствием диффузного и обширного энцефалита. Как в 1981 году, так и несколько лет спустя заболевания Павла Зуйкова начинались сходными жалобами и клиническими симптомами, а это свидетельствует о том, что в клинической картине острого периода обоих заболеваний ведущими оказались три группы симптомов поражение головного мозга типа энцефалита, поражение периферических нервов типа острого неврита и общая токсическая реакция организма, слабость, заторможенность, тошнота, рвота, глухие тонны сердца, судороги. И вот на основании сходства жалоб и клинических симптомов с разрывом в несколько лет комиссия экспертов пришла к выводу, что эти заболевания могли иметь одну причину. Более того, последнее заболевание Зуйкова явилось не рецидивом предшествующего острого заболевания, а возникло как новый самостоятельный процесс, и характерна такая клиническая картина для отравления солями тяжелых металлов, в том числе и солями талия. Эксперты специально отметили в своем заключении, что клиническая картина заболеваний Зуйкова сходна с клинической картиной острого и восстановительного периода отравления семьи Талановых. В обоих случаях ведущим комплексом симптомов было поражение головного мозга, периферических нервов и картина общего отравления организма с тотальным облысением. Эксперты даже подсчитали дозу отравляющего вещества, содержащего талий, которую должен был получить Павел Зуйков, не менее 420-480 миллиграммов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok